ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА! Здравствуйте, Александр Сергеевич! Меня зовут Настя. Мы летом с родителями на каникулах на море поедем. Солнце, пляж, all-inclusive. Ну, вы не знаете, что такое all-inclusive. Так я вам объясню. Это когда в ресторане сколько хочешь макарон, столько и берешь. Или шоколадных шариков без молока. Они так хрустят. Так вот мама дала мне вашу книжку, чтобы я за каникулы ее прочитала. Она мне так понравилась, что я ее все и прочитала. Да канику! Ну, вы, конечно, Александр Сергеевич, нереально талантливый поэт. Я даже одно стихотворение наизусть выучила. Называется «Земля и море». Когда по синеве морей зефир скользит и тихо веет, Ветрила гордых кораблей и челны на волнах лелеет. Забот и дум слагая груз, тогда ленюсь я веселее. И забываю песни мус. Мне море, сладкий шум милее. Да, стихотворение это я выучила, конечно. Но поняла в нем далеко не все. Причем тут зефир? Ну, понятно, что это не ванильный, шоколадный или клубничный. Но скользит? О каком вообще зефире речь? Что такое ветрила? И что значит челны лелеет? А еще я не поняла, что значит забот и дум слагая груз. И кто такие музы? Объясните! Александр Сергеевич! Пожалуйста! Уважаемая Настя, объясняю. Когда я говорю о зефире, то имею в виду совсем не сладость. Раньше зефиром называли легкий приятный ветер. По-моему, создатели этого воздушного десерта выбрали для него очень подходящее название. Такое же невесомое и нежное, как дуновение ветерка. Зефир. Вы, Настя, еще спрашивали, что такое ветрила и челн? Ветрилами в старину называли паруса, а челн – это другое название лодки, судна. Теперь слово «лелеять». Оно означает заботиться, окружать кого-то нежностью. Вот и получается, что зефир, легкий ветерок, нежно дует в паруса гордых кораблей и подгоняет суда, плывущие по морю. Ну, а фразу «забот и дум, слагая груз» можно объяснить так. Вся тяжесть мыслей и забот уходит и становится легче. Теперь, что касается муз. Музами в греческой мифологии называют богинь-покровительниц разных видов искусств, которые приходят к творческим людям, поэтам, художникам, композиторам. Ну как, Настя? Теперь вам все понятно? Ну так объяснили, все стало понятно. Спасибо! С днем рождения! Александр Сергеевич! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...